Так, уважаемые гости, секунду назад я вам открыл дверь, никакого сценария экспромт. Значит, я услышал волшебную фразу. Мы приехали второй раз, больше ничего про вас не знаю. Наверное, первый раз был не совсем плохой. У меня все очень прекрасно, все прижилось, все хорошо, мы счастливы, мы довольны. Приехали второй раз и в третий раз приедем осенью за ферсиками обязательно. Так вот, смотрите, где вы живете? Минусинск. Минусинск, хорошее место, Минусинская котловина. У меня там друг, Ликимов, у него были персики, и он со мной поделился. Теперь у меня есть еще и его персики. Вот, и я, он приезжал, а у него большой грузбух и температура. Мы сравнивали абсолютно одинаково со мной. Вот, поэтому все, что вы сейчас возьмете, вот это должно у вас жить. Вот вы начали собирать. Скажите, пожалуйста, что вы брали первый раз? Мы первый раз брали абрикосы, грушу памяти Яковлева, фаину груш, абрикос, потом мы брали яблоню, апорт кроваво-красный. О, здорово. И еще что-то. Так, ну все, по-моему. Это все элита, ладно. Что погибло, не может быть еще. Ничего, все хорошо. Мы очень довольны. Спасибо вам большое за ваш благодарный, нелегкий труд. Вы знаете, что потом случается? Начиная со второго года в саду ничего делать не надо. Все тут каторжный труд придуманный по обрезке, по перекопке. Нет, нет, мы, как вы вот говорили, мы ничего не обрезаем, мы ничего не перекапываем. Все как вы говорили, только вот обкладываем, перебиваем. Но не подальше от штамба, сверху, видим мульчирование, но подальше. Отступив на метр полтора, правильно? Так, теперь зачем вы приехали? Мы приехали за Снивой-Сорочинской, два манжуйского ореха. Прямо ореха? Орех. Так, ладно. Показать вам орех настоящий, манжушки? Ну, конечно. Пойдемте. Дело в том, что вам придется учитывать его размеры. Я его обожаю. Знаете почему? Случилась удивительнейшая вещь. Я пользуюсь случаем, скажу вам, чтобы вы имели представление, как садить и где садить. Вот. Смотрите. Если вот на эти груши посмотреть, вот одна, средний урожай, 30 ведер с деревом. У меня фотографии есть, фильмы. Да. И вот вторая груша, нарядная, эфимова и сварок. А теперь смотрите, видите ли, кроны, особенно летом, когда все в орехах и в грушах. И это дает 30, бывало и 40 этих ведер. Ну, вот такие. И они образовали треугольник. Две груши и вот этот огромный мой орех. Это манжуйский орех? Это вот то, что вы купили саженцы, это его дети. Вот те два, вы говорите, два, да? Это его дети. Так вот, смотрите. В сказке миф, что он должен был уничтожить всех пчел в округе. Разогнать, распугать. И чтобы на них не должно быть урожая. Оказалось, по крайней мере, у меня сказками. Чему говорю? Дальше, смотрите вниз. Вы увидите, что здесь листья. Это учебный фильм, поэтому вас это же ждет. Если я здесь, за свою жизнь, для меня вот эти сухие листья. Вот это сухие листья от груши. Сухие листья от второй груши. Это остатки, что не доели эти черви. Вот. И, наконец, огромный орех. Посмотрите, вот это вот. Кстати, тут можно еще орехи найти. Причем настоящие, живые. Вот это все? А вот, кстати, орех. Забирайте. Дарю. Дарю, дарю, дарю. Его можно ищить, нет? Нет. Нет, почему? Можно. Его можно посадить. Он прошел, естественно, зарификацию. Самый главный смысл, смотрите. Каторжный труд подразумевает, придуманный для того, чтобы человек полчаса с кино снимал, он должен полчаса ужасы рассказывать, что вот тут зимует страшнейшее чудовище. Они уничтожают деревья. У-у-у-у-у. Вот. За вот этому ореху 40 лет. Так. Ну, ладно, бру, 39. Не, бру. Ну, 38 точно. А вот этим грушам за 30 и ни разу, причем, мое мнение, вот это ни один листик нельзя вообще убирать. Это преступление. Вот этот листик, если один из миллионов убрать, даже это преступление. Все это еда. Вся Россия, вся планета чистит. Ну, да. Вот. Собирайте орехи, а я буду. Один. Один. Вы же купили саженец почем? По тысяче. Один. Один. А второй? Еще тысяч. Я вам орехи предлагаю. Торговать будете. Все понятно. Так. Мне просто посмотреть, что это такое. Все понятно. Ну, посмотрели. У них интересные свойства. В них питательных веществ. В них как раз больше, чем в орехах грецких. Но грецкие орехи, они как бы мясистые. А в этих орехах, да, меньше мяса. С трудом достаем. Но они настолько полезны, что грецкие орехи рядом с ними эта пустышка. Повези, повези. Ага, мне... Все, я дальше не буду вас. Я понимаю. Мне зеленые нужны. Веточки. А? Вот можно у вас попросить у нас эти... Как его? Прививки. Прививки. Ну, вот по одной веточке каждого взять у вас. А о чем речь? Груша, вот яблок. У нас яблоня, которая поспевает в августе. Это куплено нехорошее. Так, сейчас, давайте так. Я пошел за секатором. Он у меня рядом, я поливать собрался. Так, я не могу остановить пленку. Пойдемте по пути. Смотрите. Сливу вот. У меня все запасы черенков в городе. Запасы. А здесь придется с дерева резать. Ну, ты по одному мне, ага, пожалуйста. Ладно, тогда я отключаю эту штуку. Ну, ладно. Вот, вам черенки дарю. Так-то они у меня деньги стоят, но я вам дарю. Ну, ладно, я заплачу сколько? Нет, я первое, что я раньше сказал. Ну, ладно, спасибо. Но еще пройдемте, буквально чуть-чуть. Дело в том, что вы для меня как бы ненавязчивой рекламой являетесь. Там артисты рекламируются, вы знаете, да? А здесь у меня, ну, честно говоря, учебный материал идет с трудом. Я смотрела, знаете, вообще ваши ролики, смотрела вообще ваш труд. Ну, знаете, восхищение. Хорошо. Можно ли это восхищение выразить такими вещами? Смотрите сюда. Слет в Селябинске. Уникальный материал. 300 рублей. Вот. Это видеофильмы. Полный это, полный диск. Слет в Селябинске. Еще один день. Это вершина моего творчества. Еще 300. Цертификации семян. Если когда-то станете профессионалами. Нет. Вы знаете, мы посадимые не профессионалы. Нет. А и самое главное. Вот эта книга стоит 600 рублей. Ну, пока мы не готовы и не профессионалы. Не готовы. Сад, садоводство 21 веке тоже не готовы. Мы знаете тоже. 100 рублей. Нет. А мы, как сказать, любители посадим и все. То есть мы глубоко вникать не собираемся в садоводство. Ладно. Ну, я благодаря вам показал, как туго у нас, пусть это видят все, как трудно мне реализовать свои материалы, потому что времена тяжелые. Вот. А садов миллионов, в которых погибают деревья, люди даже не знают, как их правильно посадить. Видите. Обрезка спасающая, губительная. Вот. А вот вы просто для меня примером являетесь, что не все так просто. Да. Ой, ну ладно. Все, друзья. Я с вами прощаюсь. А про теленьки можно у вас? А, я уже забыл. Сейчас теленьки буду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.